не заболел. Вот, это не песня, это стихотворение, называется оно «Дед Агван». Вот, я его, если не против, сейчас зачитаю. Я не видал родных дедов, и видеть мог едва ли. Все до рождения моего они поумирали. Но я не обделён судьбой, я всё равно счастливый. Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любимый. Он был не русский, из армян, из деревни, из народа. Агван Тигранович Григорян, 26-го года. Он был герой и ветеран, такой, что прям из книжки, для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну всё с детства знал, ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Всё было так. Он мирно пас овец у Арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада, чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван, и он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыковой толпой они в окопы сели, и в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусили. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас, крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально, но фразу «башню сорвало» он понимал. Буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши, внимая, как они пошли на запад пешим маршем. И, как всегда, в который раз в итоге накидали. А дальше шел такой рассказ, как в слезном сериале. Берлин, апрель. Земля дрожит, снаряды, пули градом. И дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребни. С собой у деда пять гранат. Вдруг, глядь, на кучу щебня. Лежит, скулит от страшных ран. Один, как щепка в шторме. Такой же, как и он, пацан. Но лишь в немецкой форме. И тычет деду на окно. Руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает. Что там родители его. Что он берлинский, местный. Его войною домело до своего подъезда. И дед поверх своих поклаж. Хоть был не сильный самый. Взвалил его и на этаж. Туда, где папа с мамой. Где взрывом балку повело. Где теплится лампада. Встречайте фрау своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик. Про то, как там остался. Как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели. Как с грязью ненависть смывал за годы и недели. Как спал на белых простынях среди войны и ада. И видел сны о мирных днях в долине Арарата. Как утром снова он пошел к победной близкой дате. Услышав сзади Данки Шон, ответив им, прощайте. Тут я перебивал всегда. Дослушивал едва ли. Дедуня, что за ерунда. Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне. Чуть не погиб на мине. Неинтересно было мне про простыни в Берлине. Но дед что-то замолкал. Шел за добавкой к каше. И кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее, а старше. Его уж нет. А я большой. И вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой за звание человека.